В коллекции берестяных грамот этого сезона очередное пополнение. Последнее письмо из Средневековья пришло с Троицкого 17-го раскопа, который в этом году богат на редкие предметы. Сейчас здесь, на этом раскопе, все наши научно-археологические силы брошены в одну точку. Ну и пойдемте посмотрим. Здесь водят экскурсии и изучают прошлое. Под ногами 11-13 века до материка от полутора до двух с половиной метров. Когда-то на месте раскопа стояли богатые усадьбы. Сейчас об этом напоминают ряды чистоколов до остатки нескольких срубов. А еще богатый археологический материал. Это буквально тысячи предметов. От глиняных горшков и стеклянных браслетов до вислых печатей и берестяных грамот. Вот мы как раз перманентно пребываем в каких-то, в таком счастье новых открытий, потому что в этом году на Троицком раскопе найдено уже 32 берестяные грамоты. Последняя была вчера. Грамоты очень разного качества, разного объема, разного содержания. Есть совсем маленькие фрагменты, есть вполне информативные тексты. Но, в принципе, фактически весь спектр берестяных документов, которые мы привыкли видеть в новгородском культурном слое, в этом году на Троицком присутствии. Находки из южной части раскопа отправляются в лабораторию Новгородского университета. В коллекции целая росы предкостей. Но одни из самых информативных все-таки письма на бересте. Сергей Торопов показывает последнюю записку. Небольшой свиток под номером 1207 уже расправили. Теперь его планируют изучать лингвисты. Грамоты все-таки, на мой взгляд, единственная категория находок, которая просто, наверное, никого не оставляет равнодушным. И, мне кажется, это связано с тем, что вот особое свойство – это же текст. И он моментально, понятно, что любой человек не может это все-таки читать, но все равно, когда тебе известно содержание, ты слышишь. Он моментально погружает тебя в конкретные мгновения жизни конкретного человека. Вот это всем кажется понятным, и это совершенно эмоционально удивительная такая вещь. Впрочем, даже самый скромный по размерам фрагмент бересты с половинками букв может подарить строчку старославянского текста. Так было и не раз. Но, пожалуй, каждый предмет в руках археологов рассказывает свою историю. К примеру, даже товарные пломбы могут поведать о торговле древнего Новгорода. Подобные изображения лилии встречаются и на пломбах. В частности, вот была одна из торговых пломб, скорее всего, из города Турне. Это территория современной Бельгии. Вот, пломбы 14 века. В тот период это был один из центров таких вот сукноделия известных. И пломбы, в том числе и оттуда, они распространялись по территории Восточной Европы и Древней Руси довольно широко. Вместе, конечно, с товаром, который оттуда пребывал. Цель археологов закончить в этом году 17-й Троицкий раскоп, чтобы приступить к строительству на этом участке музейного центра. Сейчас работа кипит, но очень скоро практика у студентов закончится. Потому организаторы уже сейчас приглашают на раскоп всех желающих прикоснуться руками к новгородской истории. Мы, конечно, будем очень нуждаться в помощи, и поэтому приглашаем желающих присоединиться к нам на Троицком раскопе, приходить и принимать участие в этих замечательных, очень интересных исследованиях. Мы готовы принять хоть 100 человек. Вот, уверяю вас, нам лишние руки, нам очень нужны сейчас. Юрий Левиков, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород.